Из поучения святаго Иоанна Затаустова на книгу «Деяния апостольских». Подлинно гнев есть тьма. Сказал, говорит Писание, безумец сердце своем нет Бога. Псалом 13.1 Можно, кажется, и о гневающемся сказать. Сказал гневающийся нет Бога. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Псалом 9.25 Если же является помысл благочестивый, то все другие помыслы он устраняет, отгоняет и не спровергает. Если ты не чувствуешь, как ты терпишь вред боли оскорбляемого, то оскорбляй. Если не будет никого, кто стал бы осуждать тебя, то суд совести, постигнув тебя наедине, накажет тысячу раз более. В самом деле, когда ты слышишь, что оскорбленный тобою не сказал ни одного обидного слова, не скорбишь ли ты более его? Как скажи мне, человека тихого, смиренного и кроткого, ты осыпал тысячу коризм? Так говорим и часто, но не видим, чтобы то же было соблюдаемо на деле. Как ты, человек, оскорбляешь человека? Раб, подобного себе раба. Но что удивиться этому, когда многие оскорбляют самого Бога? Да будет это утешением для вас, которые терпите оскорбления. Вас оскорбляют. Бываем оскорбляем и Бог. Вас поносят. Бывает поносим и Бог. Вас подвергают оплеванию. Тоже терпел и Господь наш. В этом Он имеет общее с нами. А в противном этому нет. Он никогда несправедливо не оскорблял, да не будет. Не поносил, не обижал. Следовательно, мы оскорбляемые имеем с Ним общее. А не вы оскорбляющие. Переносить оскорбление свойственно Богу. Оскорблять напрасно дьяволу. Вот две противные стороны. Без тебе, Иоанна 8,48. Такие слова выслушал Христос. Его планете ударил раб архиереев. Иоанна 18,22. На сторону этих людей и становится оскорбляюще и несправедливо. Действительно так. Если Петр был назван сатаною за одно только слово. Матфея 16,23. То тем более такие люди могут быть названы иудеями, когда творят дела иудеев. А эти названы сынами дьявола. Потому что творили дела дьявола. Иоанна 8,44. Ты оскорбляешь другого. Ну скажи мне, кто ты? Или лучше. Потому ты и оскорбляешь, что сам ты ничто. Человеку не свойственно наносить оскорбление. При столкновении говорят, ты кто? Напротив, следовало бы говорить, оскорбляй, ведь ты ничто. Теперь, когда мы говорим оскорбителю, ты кто? Слышим в ответ. Во всех отношениях лучше тебя. Между тем, следовало бы говорить противное. Ну как мы дурно предлагаем вопрос, так они дурной дают ответ. Значит, виноваты мы сами. Мы обращаемся к оскорбителям, как бы к каким великим людям, когда говорим, ты кто, что оскорбляешь. Поэтому они так и отвечают, а следовало бы говорить напротив. Ты оскорбляешь, оскорбляй, ведь ты ничто. Скорее к тем, которые не наносят оскорбление, и следовало бы говорить, ты кто, что не оскорбляешь. Ты выше естества человеческого. В том и благородство, в том и свобода, чтобы никому не говорить ничего унизительного, хотя бы иной и был достоин того. Скажи мне, сколько есть людей, достойных смерти? Однако судья сам собой не осуждает их, но допрашивает, и при том не сам лично. Если же не принято, чтобы судья сам говорил с дурным человеком, но для этого нужен какой-нибудь посредник, то тем более мы не должны оскорблять людей, равных нам. Мы не столько получим пользу от оскорбления других, сколько от убеждения, что в таком случае мы унижаем самих себя. И так, дурных людей не должно оскорблять по этой причине, а добрых еще по другой, потому что они не заслуживают того. Есть еще и третья, та, что не должна быть оскорбителем. А теперь посмотри, что происходит. Человек оскорбляется и унижается, а с ним вместе оскорбляющие и все наблюдающие, и все наблюдающие это. Что же, не привести ли зверей к ним, чтобы решить дело? Остается это одно средство. Если люди рады наносить друг другу оскорбление, то остается предоставить зверям примирение. Как в доме, когда ссорятся господа примирения, их остается ожидать от слуг. Этого требует самое существо дело, хотя, может быть, этого и не бывает. Так и здесь. Ты оскорбляешь? Неудивительно, ведь ты не человек. Оскорбление кажется каким-то великим делом и почитается приличным людям великим. Но это скорее прилично рабам, а свободным приличны добрые речи. Как делать это свойственно первым, так теперь зло свойственно последним. Например, служанка, намеревающаяся украсть, тайно похищает добро господина своего. Так бывает и с оскорблением. Как вор, скажем, вошедший осторожно, зирается кругом, ища похитить что-нибудь, так этот высматривает все, чтобы выдать что-нибудь другим. Изобразим его еще другим примером. Как тот, кто похитил из дома нечистые сосуды и вынес их перед всеми, не столько стыдится дело похищения, сколько самого себя, видя, что он похитил и вынес такие сосуды, так и этот, высказав перед всеми сквернословы речи, срамит этими словами не других, а себя, высказав их и осквернив ими свой язык и разум. Когда мы ссоримся дурными людьми, то бывает ху тоже с человеком, который бьет другого лежащего в грязи. Он пачкает самого себя, касаясь грязи своими руками. Помни все это, увечиваю вас, будем избегать этого зла, будем иметь благоречивый язык, чтобы, соблюдая себя чистыми от всякой укоризны, мы могли безопасно провести настоящую жизнь и сподобиться благ обетованных любящим Бога, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.